всем привет это очередное видео на канале по программе 3d code и в этом видео поговорим о инструменте топологическая симметрия который у нас находится в комнате рисования но для начала выберем давайте стандартную сцену вот такую это вот это кольцо имеет вот такую ровную топологические правильную сетку и давайте включим симметрию сначала обычную симметрию которая вызывается на горячую клавишу с как доллар и вот сюда ее поместим немного растянем включим отображение симметрии вот здесь про вот эту симметру есть отдельное видео на канале видео 2828 можете посмотреть подробно разобрано и так вот включили симметрию и можете принципе текстурировать по объекту симметрии можно даже по нескольким осям сразу да то есть у нас топологически правильно вот этот объект станет это кольцо поэтому там у нее симметрия по всем осям ну оставим допустим одну ось вот вы например нанесли какой-то объект и забыли включить симметрию вам надо вот сюда перенести то что вы нарисовали для этого мы что делаем включаем обратно симметрию берем инструмент клонировать и здесь вот выбираем симметричное копирование про инструмент клонировать есть отдельное видео на канале 69 можете там посмотреть про этот инструмент тоже подробно разобранно сейчас я не буду останавливаться далее вот так вот проводим кисточкой вот видите у нас все перенеслось но помимо этого этой симметрии мы можем также сделать до скопировать с одной стороны на другую без использования вот этой симметрии а использовать можем до топологическую симметрию вот здесь находим мы можем перейти в нее нажав топ асимметрия либо из инструмента клонировать нажав копировать с помощью пера и тогда у нас перекинет нас вот сюда в топ асимметрии инструмент здесь нам для начала надо выбрать два полигона относительно которых будут проходить ось симметрии выбираем сначала один потом второй один будет красный другой синий и вы видите что у нас топологически строится вот такая сетка если вы выберем ортографический вид включим оси видите объект находится ровно в нулях координат то есть и топология у нас проходит относительно вот этих двух полигонов которые мы выбрали мы можем выбирать любые полигоны то есть даже вот таким образом да то есть относительно но так как здесь у нас видите полигонов больше здесь меньше поэтому сюда вряд ли скопироваться или скопироваться но искаженно давайте выберем допустим вот эти полигоны и нажмем просто например копировать из красного в синий здесь всего три кнопки до копируете с красного синие синего в красный да и отразить слой вот отразить слой да просто скапки отразиться с одной стороны на другую все что здесь есть вот и синего в красный скопируется таким образом опять же можем потом выбрать другие полигоны также копировать из синего в красный нажать и у нас копируется вот сюда. Таким образом мы можем копировать то что у нас нарисовано вот. Но вы скажете что у нас же есть обычная симметрия инструмент клонировать мы можем с помощью вот этой симметрии и клонировать так же это все сделать да это все можно но что если у вас например объект находится не по нулям координат а допустим повернут как-то да и под углом еще то тогда симметрию придется вам подгонять более сложным способом давайте это продемонстрирую выберем перейдем во вкладку трансформирование да или трансформ вот здесь выберем трансформировать выбрать объекты кликнем по объекту кликнем по объекту потом нажмем горячую клавишу x и просто сместим влево потом нажмем например y вверх и z нажмем еще вправо дальше выберем вот здесь вращение и давайте повернем по какой-то по оси например вот так и вот так вот таким образом и обратно перейдем в комнату рисования вот теперь у нас обычная симметрия у нас да не сработает таким образом то есть нам наш даже если мы возьмем например взять с баунт бокс да то есть видите она у нас не переходит то есть давайте вот кисть выберем взять с объекта видите ничего не работает вот таким образом то есть у нас видите себе оси симметрия но мы можем конечно выбрать какую-то одну ось допустим здесь выбрать ручное управление и вот в ручном режиме выбрать две точки например одну да выбрать вторую точку и дополнительно угол какой-то выставить. Можно точки конечно поточнее ставить, например. Одна точка. Вот это будет вторая точка. И тут угол как-то вот так вот пытаться подогнать. И потом начать допустим текстурировать. Так тоже можно. Но видите сколько надо операций сделать. То есть кликнуть раз, два угол подгонять. Но мы можем это не делать. Просто выбрать инструмент топосимметрия. И у нас так как объект у нас топологически правильный. Мы выбираем два полигона опять так таким же образом. Давайте вот сейчас вот так вот выберу. И также можем использовать вот этот инструмент топосимметрия. Видите, да? Переносит все. У нас топологически правильно объект полигоны одинаковые с двух сторон. Поэтому переноситься будет даже независимо от того как у вас объект в сцене повернут. Поэтому это бывает полезно. Давайте создадим новую сцену. Вот здесь есть вот такой персонаж наш робот. Он как раз таки симметричный, но выставлен в позу и повернут разной части ионные повернуты под разным углом. Здесь вот мы можем наблюдать вот этот как раз случай, когда у нас например нам надо с одной стороны на другую скопировать. Вот. Для этого давайте например ну здесь видите в чем проблема этого робота то что он разбит на треугольники и у нас иногда они не совпадают. То есть не везде это будет совпадать в каких-то местах например вот казалось бы вот эта грудь робота она идет вроде симметрично но сзади мы видим что у нас она не симметрична потому что ну не зеркально так скажем. То есть симметрия это всегда зеркало вот а здесь видите оно не зеркальное то есть тут по идее должно вот так вот да треугольник проходить то есть елочкой вот с этой стороны зеркально идет то есть треугольником да а здесь оно как бы друг за другом идет и идет поэтому не совсем топология здесь она зеркальна но тем не менее где это возможно если бы это были не треугольники а просто прямоугольники просто такие полигоны прямые, то это бы сработало лучше. Но давайте все равно попробуем применить здесь топ-асимметрию. Выберем, допустим, на голове. Ну, сначала нарисуем, например. Давайте вот здесь вот. Вот эти полигоны, они зеркальные. Допустим, вот мы такой рисунок нанесли. Нам надо его перенести слева направо. Мы выбираем топ-асимметрия. Выбираем один полигон и второй полигон. Вот. И давайте нажмем, например, копировать из красного в синий. Посмотрим. Вот видите, как скопировалось? Не очень, да? Вот. Давайте посмотрим вот здесь, например, как скопироваться. Выбираем вот эту часть. Тоже вроде бы скопировалось. Но здесь, видите, да? Так как у нас топология неправильная, то есть оно вот здесь вот с артефактами выдает, поэтому не все так гладко скопироваться. Вот здесь вот давайте нанесем какую-нибудь точку и посмотрим. как у нас скопироваться. Копировать из красного в синий. Вот здесь вот более четко скопировалось, да? Потому что здесь вот именно вот эти полигоны, они зеркальные, можно сказать. вот. Вот таким образом работает этот инструмент. То есть если у вас, говорю, зеркальная топологически правильная модель, да? Вот здесь еще зеркальные вот эти полигоны, да? Допустим. Давайте здесь выберем, например, вот таким образом. Опять же нанесем вот квадрат вот такой. выберем топ асимметрия и копировать из красного в синий. То же самое все скопировалось в принципе, да? Хотя у вас объект находится где-то неровно, да? То есть вот с помощью этой симметрии вам бы пришлось опять же, да, то есть подгонять вот эту ось каким-то образом в ручном управлении, выбирать одну точку, вторую, каким образом и еще угол допустим вращать там как-то, пытаться подогнать. Вот на этом на сегодня все. Надеюсь видео вам было полезно, узнали что-то для себя новое. Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите в группу ВКонтакте и мирного неба вам над головой. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.